Добрый день всем, кто слушает данный курс. Здесь мы решаем задачи, представленные в марафоне Data Yoga по Tableau. Сегодня у нас новые данные. Это рейтинг вин производства нескольких стран в ценовом диапазоне за бутылку от 0 до 300 долларов. В этот раз мы будем считать, как построить джиттер-графики. Джиттер-графики используются, когда нам нужно показать большое количество данных, но из-за того, что мера, по которой мы их показываем, меняется не так сильно, как количество значений, нам приходится делать небольшой рандом для того, чтобы получить правильный разброс. Давайте продемонстрируем это на примере. Давайте сначала сделаем без джиттер-графика. Просто построим сначала небольшой скатер-плот, а после этого уже продемонстрируем, как должно быть, и как использовать джиттер-график, который очень сильно помогает в построении. У нас загрузились все необходимые данные. Теперь давайте перейдем к построению дашбордов. Так, мы будем строить зависимость цены бутылки вина. Причем будем рассматривать опазон от 0 до 300, хотя есть, конечно, много дороже. В зависимости от года. Давайте посмотрим, как это все работает. Перенесем тогда данные о годах сразу в измерение, и года перенесем в столбцы. После этого возьмем цену и перенесем ее в строчки. У нас автоматически агрегируется, но нам это не нужно. Нам нужны непрерывные измерения. Поэтому давайте сделаем его измерение, цену. И мы видим, что сразу появились определенные значения. Давайте сразу же ограничим ось цены от 0 до 300. Мы заходим через правую кнопку мыши, нажимаем фикс, пишем 0 до 300. И теперь все видно намного лучше. Следующий этап. Давайте посчитаем цену и года для каждого названия вина. Смотрим, что из этого получится. Будем использовать формат круга. Давайте даже сразу его уменьшим, чтобы было все более-менее читабельно. И теперь в зависимости от того, кто дегустировал данное вино, раскрасим его в дленный цвет. И пусть у нас еще будет фильтр по стране. Причем такой фильтр. Мультипл лист, дроп-даун. Мне только больше нравится. И теперь посмотрим, что у нас получилось. У нас получилось, что, например, в 80-м году цена бутылки вина измерялась от 0 до 50. Но на самом деле значение здесь намного больше, чем то, что мы видим на самом деле. Проблема заключается в том, что большое количество бутылок вина на определенной цене накладывается друг на друга. Поскольку цена у нас целое число, которые не отличаются значительно, у нас происходит так, что, например, все бутылки с ценой 27 будут накладываться друг на друга, сколько бы их там ни было. А мы будем видеть только первую величину. Это нас не втравит. По этой причине были созданы джиттер-графики, которые вводят небольшой случайный элемент, таким образом разбрасывая различные точки друг от друга. И мы видим, что на одном уровне будет несколько бутылок. Давайте так и сделаем. Для этого нам нужно ввести в меру рендом, которая будет выдавать случайное значение от 0 до 1. И таким образом немножко отделять бутылки, у которых одна и та же цена. Мы просто притаскиваем его в столбцы и получаем необходимый результат. Давайте сразу сделаем, чтобы все было в формате интервью. И теперь мы видим, что значение стало в 80-м году намного больше, чем было до этого. Давайте сразу исключим вот эту ось, потому что она будет только мешаться. и мы можем при желании навести на необходимую для нас точку. Сразу видно распределение того, какие дегустаторы, какие давали примерные оценки, стоимость и год. Какие они пробовали вина. Давайте 0 заменим на то, чтобы это было просто no name, поскольку просто не написали имя дегустатора, он пожаловал остаться неизвестным. Теперь давайте немножко добавим формат и сделаем так, чтобы у нас были средние цена за каждый год. Начнем со средней цены. Заходим в вкладку Analytics, добавляем Average Line. Нам для каждого года нужно, поэтому выбираем Payne. Убираем цену. Ну, конечно, то, что здесь написано, среднее нам не очень устраивает. Пусть у нас будет написано просто Value. И этого будет достаточно. Ну, только давайте сделаем так, чтобы оно было написано не таких размеров, а чуть поменьше. Пусть будет, например, там 5. Добу не дает выбрать меньше, чем 7. Давайте-ка еще раз попробуем это сделать. Так, давайте выберем то, что мы заходим в линию. Нам нужно выбрать среднюю линию, выбрать формат. И сделать так, чтобы размер стал чуть поменьше. Вот. Мы можем сделать так, чтобы еще выводилось не так много цифр после запятой. Пусть у нас будет, нам бы... Пусть у нас будет вообще не будет выводиться числа. И мы увидим среднюю цену. Добавили то, что было необходимо. И, как мы увидим, с годом, очевидно, средняя цена возрастает. Давайте исключим это пяти нули, которые здесь есть. И теперь график стал намного более читабельный и интересный с помощью использования джиттер-графика. То есть, добавление некого случайного элемента, который помогает разбросить элементы, которые находятся на одном уровне, подальше друг от друга. Следующим этапом уже является добавление на дашборд. Давайте так и сделаем. Сделаем все вот так. Можем принести имя вот сюда. И теперь добавить еще страну, которая будет находиться справа. Пусть у нас будет работать фильтр так, чтобы мы могли выбрать только один из растянем его. Ну, давайте посмотрим вина Италии. Выглядит все так. У нас уменьшилось количество дегустаторов. Но оставим все так, чтобы были все страны и все дегустаторы. Таким образом, мы разобрались сегодня с джиттер-графиками, как их использовать, зачем они нужны и как их строить. Всем спасибо за то, что прослушали весь курс. Спасибо за то, что посмотрели все видео. Всем спасибо за внимание. за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!